Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня вынужденная даже не рыбалка, а будет у нас тестирование удилища. И по вашей просьбе мы разберем те ошибки, которые вы допускаете при забросах. Вдруг мой Владимир прислал безумительную удочку, с которой у него возникла масса вопросов. Вот давайте по порядку. Перед нами удилище вот хорошего такого строя и класса. 2.44, 4-5, ну понятное дело фирма вам будет видна. Мы протестируем на шнуре 5 класса и протестируем на шнуре 6 класса. Для того, чтобы развеять все необходимые сомнения, которые есть у большинства рыбаков. И вот у меня, если так будет видно, через 2 недели уже, наверное, этому моему любимому удилищу будет лет 20. Это Джексон, двухчатник. Конечно, для начала, вот я вам покажу. Имеется еще вот такое китайское чудо, которое продается вроде бы в германских наборах. Но достаточно хорошо себя зарекомендовало с расчетом рыбалки на стримеры, по хищнику. Ну и хорошо работает также по сухой мушке. Сухой, нимфа несколько сложнее. Вот давайте мы посмотрим, первое, на что нужно обращать внимание. Если мы будем покачивать вот так удилище, то амплитуду качания нашего кончика мы мало что сможем сказать, какое удилище жестче, какое удилище из нас у нас, допустим, будет мягче. Поэтому, то, как в спиннинге идет выбор удилища, у нас уже это не годится. Значит, по принадлежностям, я обещаю, будет у нас отдельный фильм. Вот у меня имеется вот такая хорошая коробочка, в которой находится одна, в принципе-то, катушка со шпулей. И дополнительно идут уже в кассетном варианте вот такие вот всевозможные шпули. Поэтому мне несколько легче, несмотря на то, что, допустим, я могу спокойно еще взять дополнительно катушку. То есть, для вас будет дополнительно не нужна какая-либо другая катушка, если вы приобрели вот такого типа набора. Здесь вы сможете для себя полностью все-все-все-все-все шнуры уложить. Вот я беру, как я уже неоднократно вам показывал, эта катушка 5-6 класс, стандартная, без всяких там видимых наворотов. Все показывает для вас бюджетный вариант. Так, чтобы не было больших расходов для семьи и для вас тоже, пока вы не войдете во вкус. Сейчас немножечко, вот подойду поближе, если камера сможет вам передать. Как вы видите, здесь плетеный подлесок. Он плетеный не просто как косичка или закрученный. Он плетется так, как раньше в старину у нас плели все нагайки. То есть конкретно, скажу честно, не отрывая зад от стула, вот ровно за полтора дня можно сплести вот такой подлесок. Но он неубиваемый. У меня уже практически шестой год и проблем никаких нет. Давайте мы для начала, это у меня здесь пятерочка, находится обыкновенная стандартная ВФ. Я беру удилище, которое у нас уже мною проверено, отложу. И берем теперь то удилище, которое нам необходимо с вами протестировать. Ставим нашу катушку. Значит, проблем для нас в связи с тем, что идет как-то подборка катушек, хорошая или плохая, нет. Потому что все катушки у нас одинаковые. Они идут по классу удилища. И у нас не должны возникать с вами никакие проблемы в связи с тем, что мы с вами, допустим, приобрели или китайскую, или турецкую, или еще какого-либо производителя. Мы спокойно берем, и она у нас должна подойти. Подгоняем по укреплению, так, чтобы она у нас становилась, встала. Поджали шайбой и поджимаем теперь гаечкой. Проблем никаких. Вопрос теперь стоит в том, что большинство, допустим, наших ребят, которые, ну мы, уже для тех, кто знает, скажу сразу, лучше это не смотреть. Шнур для рыбалки нахлыстом немножко по-другому заправляется, чем для рыбалки спиннингом. В чем отличие? Рассказываю. Мы пропускаем с самого начала весь шнур. Для чего? Сейчас вы сами увидите. Вы, может, неоднократно это видели по фильмам. Просто я хочу вам немножечко напомнить. Вот мы двигаем, продвигаем наш шнур через наши змеечки или через кольца, вот как у Володи в варианте. И получается у нас вот такая ситуация. Или дернули нас, или ветер подул. Вот все. Как вы видите, у нас шнур как был, так и остался. Он никуда у нас не убежал. А если бы мы пропускали с вами вот с тонкой стороны, мы бы этот шнур с вами потеряли и пришлось бы заново, грубо-матерно ругаясь, это все пропускать. Ну и так же продолжаем все дальше. Продели. Продели. Желательно, чтобы катушка не находилась на песке или на плохом грунте, так как мы ее, будем говорить, откровенно портим этим. Шнур можно забрасывать при любых условиях, даже на траве, если мы будем соблюдать определенные условия. Самое первое условие у нас будет состоять в чем? Мы выбрали с вами ветер. Вот в данный момент для меня ветер мне дует непосредственно в лицо. Все забросы необходимо выполнять или по ветру, или против ветра. Поэтому мы с вами, вот у нас возникла такая ситуация. Нет у нас здесь места, нет у нас ничего более-менее подходящего. Мы выпустим определенное количество вот шнура, которое у нас есть. И начнем, ну грубо вот, начинаем вот так, размахивая вверху, добавлять то количество, которое у нас шнура есть. Как вы видите, я произвожу все манипуляции только лишь в расстоянии с 11 часов и до половины первого. Все, необходимое количество шнура у меня уже вышло. Я добавил небольшое количество вот шнура, и у нас возникла та ситуация, которая у нас бывает на рыбалке. Мы рыбачи, нам необходимо произвести перезаброс. Для этого есть всевозможные технические приемы, которые... Я не буду ударяться в терминологию, я просто буду русским языком обзывать те движения, которые вы будете видеть. Многие, если вот вы, как говорят, взяли, подняли шнур из воды, ну подняли мы шнур, у нас получается якоря в воде, остается буквально там 3-5 метров. И нам будет несколько сложнее вот так вот срывать шнур, значительно сложнее. Поэтому я обычно, а если мы ограничены, допустим, кустами или деревьей, поэтому я стараюсь две эти операции соединить в одну. Я беру, поднимаю шнур и сразу начинаю выполнять тягу. Раз, два. У меня идет сразу узкая петля. И нет у меня вот этих провалов, и практически вот в данный момент на траве лежит где-то порядка 15 метров шнура. Мы спокойно поднимаем его, вот подняли, вперед, назад, вперед, назад, вперед. И опять опустили. Это при условии, если мы находимся в воде. А если нам необходима, допустим, большая глубина, по грудь мы находимся, ну не получается у нас выполнить вот качественный заброс. Мы можем просто для вас, вот провели вот так шнуром у себя вот под ногами и сразу выполняем вот такой рывком заброс. Без тяги, тягу пока мы не трогаем. Или же, если у вас есть уже привычные навыки, вот мы с тягой сделали. У нас шнур, немножко ветер сполкал, но все равно он у нас, достаточно мы его пробиваем. Все у нас прошло. Поэтому вот эту операцию, когда я беру, поднимаю шнур и сразу выполняю тягу, удилище у меня будет. За счет этого я могу спокойно уже управлять вот шнуром на воде. В ровненькую линию ложится у нас полностью наш шнур. Значит, самое основное. Вот Володя пусть обратит, глядя на этот фильм. Сейчас я уточню. Другена, видно, как кончик поверху играет со шнуром на камеру. А ну еще раз, еще раз попробуй. Вот так. Да не очень. Сильно высоко. Так лучше? Давай я так. О, вот так нормально. Вот. Значит, мы, вот пусть он посмотрит, как идет. Вот удилище раз и все. Почему оно называется правильно нахлыст? Поэтому хлыст, это у нас является наша удочка, которой мы должны с вами, используя энергию удочки, и только помогая немножко рукой, и опять же, несчетовая ветер, условия рыбалки. Ведь зачастую бывает так, что вот мы в одной плоскости работаем, а допустим, здесь пустые. Мы точно так же берем, и вот мы с этой стороны выполнили заброс. То есть без разницы, с левой руки, с правой руки. И я сейчас вам покажу, чтобы было это понятно. Если правильно выполнен заброс, вот я специально сейчас отберу определенное количество шнура. Вот у меня где-то порядка полтора-два, ну три метра. Вот я беру, выполнил забросок назад, вперед, шнур у меня ушел и даже дергал. Это свидетельствует о том, что очень даже нормально и хорошо грузится в наше удилище, без всяких вопросов. Отлично. Проблем никаких нет. То есть здесь, как только заканчивается, все эти вот испытания можно уже переходить на воду. Теперь в руках у меня Джексон. Это уже пятый, шестой класс. Я поставил катушку с конкретным шнуром только шестого класса. Это ВФ для плавающий шнур. И вы уже увидите, допустим, вот разницу, как работает определенное удилище. Вот у меня, допустим, вы видите, я выпустил ровно пять метров. И мне уже более качественно, более спокойно управлять моим шнуром. Мне не надо, я могу его вверху разыживать. Как вы видите, я работаю только кистью. Вот. Мне не надо этих пирогов делать. Здесь сбалансировано, качественно подобран шнур, само удилище. И что касается, допустим, шнура, то чисто, сугубо индивидуально. У кого для каких рыбалок. Поэтому, допустим, вот в данный момент, я уже вам показывал, и есть особенность во всех забросах, когда держат само удилище, вот палец или так, или вот так. Как вы понимаете, вот в таком положении, мы вот, я покажу, вот подойду поближе. Видите, мы кисть можем завалить куда угодно, как угодно, и на восемь, и на девять часов. Для начинающего, я скажу, чтобы было бы лучше, это вот таким способом держать само удилище. Для чего у нас, после, мы как бы и захотели бы, вы видите, анатомически мы уже не можем нашу кисть больше заломать. То есть, она у нас уже остановилась на часе, так как мы должны с вами выполнять все наши забросы. И уже теперь вот берем, как вы видите, раз, я работаю только одной кистью. Можно ее у туловища держать, можно поднять выше, как будет удобно. Но, я работаю только лишь, вот как вы видите, используя саму энергию только лишь удилища. Вот вы видите, раз кончик, раз кончик, раз кончик, только лишь работая одним кончиком. Это при условии еще того, что я не выпустил полностью эти девять метров, допустим, головы, которая имеется у этого шнура. Вот, допустим, мы с вами порыбачили, я беру, ну, в полевых условиях нет у меня до жидкости, чтобы вытереть, промыть там шнур. Он у меня достаточно чистый и, ну, мокрый. Я беру просто вот так вот, взял свою, сколько мне необходимо, и начинаю уже собирать свой шнур. Вот, чтобы у меня, следим за тем, переставляем из одного места в другой, и в то же время сразу начинаем подравнивать нашу катушку, чтобы у нас было значительно это чище, не было скопления грязи. Вот, я беру и двигаем, чтобы у нас хорошо наматывалась наша сна. Вот, и после этого, когда мы вернулись домой, можно спокойненько потом весь наш шнур, который был на рыбалке, берем в ванную. И я обычно использую, я не беру всевозможные, допустим, там, моющие препараты, которые используются. Я это все мою не порошками, а обыкновенным, старым, которым уже, наверное, лет сто в изготовлении, хозяйственным мылом. Оно менее агрессивно, и спокойненько мы с вами можем уже это все изготовить. Нажимать.